Добрый день, дорогие мои! Вы на канале «Приют Ангелов» с вами народный батюшка. Мир и благословение вам от Пресвятой Троицы. Напоминаю, с 14 на 15 ноября 2014 году мне было зрение. Это сон такой, у нас сны различаются по понятиям. Сон, зрение, видение. И зрение было о том, что царь Руси становится Архангел Михаил. Я вам несколько раз рассказывал это и в статье, в ЖЖ вы можете набрать статью. Значит, Архангел Михаил, царь Руси, так называется моя статья. Роликов несколько снимал. Снимал вам ролики в Кремле около главной, можно так сказать, нашей иконы. Российской Архангела Михаила, опять же, рассказывал. Конечно, первую сейчас очередь надо молиться о мире. Причем о мире всего мира, я бы так сказал. Потому что, ладно, Россия и так мирно живет достаточно. Ни на кого не нападает, никому не угрожает. Это вокруг нее собрались такие, я бы сказал, шакалы, которые хотят что-то от нас постоянно. Как-то так вот случается у нас в жизни нашей государственной, что время от времени одно поколение от России получит уроки, начинают уходить, а другое поколение приходит и опять начинает завидовать и думать. Ох, у них там купола золотые, у них там красота, богатство. Давай-ка мы их маленько грабанем. А теперь-то и не надо, приезжать можно, грубо говоря, онлайн грабить, все время утверждая про нас плохое. Ну, а я все, пришел к Архангельскому собору. Я попробую не выключить, но если заставить, то уж придется выключить. Так. Ой, стухнул как. Есть, да. Прошу, проходите. Да. О, велели. Нас пустили. Никого и нет. Ой, как хорошо. Господи, благослови. Вот. Наш Архангел. Боже Михаил. Что даже престол там сейчас, бывший царский, передвинут к Архангелу Михаилу. Мы зажгли лампады после этого времени. Когда я первый раз пришёл туда, там не горели лампады. И вот пришлось писать письмо Елене Гагариной и в патриархию, и там женщина ещё одна, Наталья, помогала. И лампады зажгли около иконы Архангела Михаила. Правда, электрические лампады, но тем не менее всё-таки какое-то движение, всё-таки какой-то свет появился. Так вот, в этом своём послании Архангел Михаил сообщил, что он теперь царь Руси. И что другого нам, Михаила, ждать не стоит. И он будет обустраивать Русь так, как Господь хочет. Ну, это обычные свойства Архангела. И все, кто в его воинство войдут, те и будут на стороне Бога находиться. Вот такая трактовка, можно так сказать, этого послания. И что мы с 14-го года за эти 8 лет увидели? А именно то, что изменилось совершенно отношение России к окружающему миру. И Россия действительно набралась сил или решимости двинуться против сил зла, двинуться против бесов, можно так сказать. Причём у неё иногда это получается как-то, я бы так сказал, спонтанно, и сами не понимают те, кто что-то делает, почему это делается, и с какой стороны они к этому причастны. Но дело идёт, и я бы не мог, я просто не могу оценивать, как оно идёт. Я, во-первых, не военный специалист, и тем более не житель, как говорится, Царствия Небесного, который знает планы Бога и знает стратегию и тактику Архангела Михаила. Это их, конечно, дело. Но я уверен только в одном, что если Архангел наш царь, и он взялся сделать Россию той, которой запланировано Господом, то он это сделает. То это сделает. Я уже рассказывал, что на Руси трижды считали, что до этого он был царём Руси, или представлял себя, например, Иван Грозный, представлял себя посланником Архангела Михаила, или воплощённым Архангелом Михаила, который правил Русью от имени Господа. Это вот такая. До этого ещё были два этапа, когда то же самое мнение было. Но это четвёртый этап, и мне кажется, он исполняется, я не знаю, ещё раз повторяю, это не моя задача оценивать, но исполняется в том направлении, который должен быть исполнен. То есть потихонечку Россия действительно становится неким таким центром концентрации сил добра против сил зла. И причём очень удивительно, что в состав сил добра включаются все, кто хочет этого добра и кто хочет мира. А силы зла настолько уже абсолютно, можно так сказать, обезумели, что уже сами не осознают, как слукавить даже не осознают. Как там какой-то Ранс Мусин, что ли, как его деятель политический высказался, что Россия православная страна, поддерживающая традиционные, значит, ценности, и поэтому должна быть уничтожена. Поэтому, что мы православные, что мы традиционные ценности, должны быть уничтожены. Но это же прямое безумие просто у человека. И оправдать это тем, что это политический такой мейнстрим, то есть это такая вот политическая риторика ради своего определённого имиджа или ещё что-то, уже трудно объяснить. Потому что имидж-то у тебя может быть мясничковый какой-то и появляется, но в целом-то всё равно это приходит у людей к пониманию, что ты дурак. Ты чё говоришь-то? Только по понятиям религиозности или по понятиям национальности ты готов уничтожать людей за то, что они свои ценности сохраняют. И поэтому лично мне, если я вам честно скажу, если я первые годы вспоминал и вот так вот всё время объяснял, что царь Руси, архангел Михаил, что я-то абсолютно верю, я-то в этом, можно так сказать, имею участие, и я это вижу и понимаю, то с другой стороны я всё время думал, ну нет ли в какой-то у меня вот такого тоже сдвига по фазе, то ли я говорю, правильно ли я всё это интерпретирую. Но теперь-то я абсолютно убеждён, что да. Только архангел мог нас на такое сподвигнуть, и всё больше и больше ставятся задачи. Задачи уже такие, что кажутся, ну а при чём мы тут, можем ли мы такое исполнить? И вот здесь-то и нужно воспоминание о том, что русский воин никогда не воевал своей силой. Никогда. Русский воин даже в сказках, в былинах, помните, мать сыра земля ему помогает, ну а у православных всегда Бог помогает. И это отношение с Богом всё время давало ему сверхсилы. И у верующих воинов, у верующих командующих это был способ увеличения своих воинских сил. Я любимый Александр Васильевич Суворов у меня, я всё время его применяю, потому что изучал, потому что преподавал в Суворовском училище. Духовная суть науки – побеждать. Александра Васильевича Суворова – курс такой. Сам я его создал, сам его преподавал. Так вы смотрите, он считал, что один наш воин может победить 10 вражеских воинов. Один воин необычный, богатырь, которого он называл богатырь, может победить 30 вражеских воинов. А один наш офицер может победить, Витязь он их называл, Витязь у него, Кутузов там был, Витязь, Багратион, это всё Витязи у него были. Он может 1,70 воинов победить, а генерал может победить 10 тысяч. По-моему, такая цифра, ну, с генералом там. А царь всё воинство своим духом покрывает, и от духа царя идёт сила этого воинства. Бог всё это содержит. Так каким образом он это предполагал, что вдруг у них такие силы? По силе молитвенности и по силе осознания своей сущности и молитвенности этот солдат, богатырь, офицер, Витязь должны были эти свойства иметь и увеличивать. И когда ему, ну, например, там у него был такой случай, что высадилось 5 тысяч турок, по-моему, в каком-то месте, и ему сообщают, а он говорит, так, вот столько-столько-столько солдат, вот столько богатырей, вот столько Витязей, то есть офицеров, направляет туда. Ему говорят, Александр Васильевич, так это всего 400 человек. Он говорит, ну, я правильно посчитал, они справятся. То есть вот он по этим своим посчётам офицер 70 убьёт, Витязь, значит, 30, воин 10. Посчитал, что 5 тысяч наших 400 наши справятся. И они справились. И они справились. Правда, второй анекдот там произошёл, когда ему пришли и доложили, что всё, турки разбиты, там погибли. И он начал писать отчёт царице о том, что императрице о том, что, значит, и говорит, пиши, так, турок погибло, 40 тысяч турок погибло. Ему кто-то говорит, Александр Васильевич, кажется, не 40, кажется, меньше. А он ему говорит, тебе что, турок жалко? То есть императрице было приятно большую цифру услышать. Но вот это удивительное свойство духовного воина с помощью Бога побеждать, оно было чудом русским. Чудом русским, как Измаил взяли. Тот же Кутузов командовал взятием крепости. И он пошёл в первую атаку отбили. Пошёл во вторую атаку его отбили. Он отступил, опять начал отступать. И приходит к Александру Васильевичу и говорит, Александр Васильевич, мы начали отступление. Я, значит, скомандовал. Он говорит, как отступление? Я уже императрице написал, что вы взяли крепость. Как ты можешь отступить? Кутузов развернулся и взял крепость. И взял крепость. Вот ведь какие чудеса. Но ведь было всё налажено у того же Суворова. Передвижные храмы. Обязательно поститься, молиться, мыться перед битвой. То есть ты чистый, ты в ангельском предстаёшь в виде, готовый перейти в Царствие Небесное, в чистой одежде предстаёшь перед Богом, если ты погибаешь в этой битве. Но гибель-то была гораздо меньше, чем врагов. Вот ведь в чём ещё. И это что? Это Бог спасает, это сила. И всё время тот же Архангел Михаил у Александра Васильевича Суворова это тот, кто командующий всеми нашими силами. Нашими силами. Поэтому я ещё раз тем, кто слышит, тем, кто понимает, напоминаю о том, что сейчас Царь Руси Архангел Михаил. И если вы молитесь его, если принимаете даже не помощь, его, а руководство его надо принять именно руководство и осознать, и тогда он даст вам лично понять, а что же делать, чтобы здесь побеждать. Не я вот такой воин, я такой вот это, я сейчас пойду и всё сделаю. Нет, надо главного командующего слушать духовных сил, которые у нас здесь Архангел Михаил. Архангел Михаил. Поэтому желаю вам всем быть в его воинстве, желаю вам всем осознание, что вот не какие-то там сейчас пытающиеся на трон русский сесть клоуны и всякие значит псевдоромановые и всё остальное на самом деле правят Русью и никогда они не правят и не будут править. А правит Русью сейчас Архангел Михаил по велению Божьему. Вот и весь мой разговор. Здоровья вам всем, радости, аминь. 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 Русья 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 Русья